Итак. В рассуждении гладкости и лоска, надевший фраг брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны, трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из подворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая «Барин, подай, сиротеньки!». Кучер, заметившись, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муки, будет скоро конец. И еще несколько раз ударил довольно крепко головой в кузов, Чичиков понесся, наконец, по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги. Кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых. Дикий вереск и тому подобный вздор попадались вытянутые по снурку деревни по стройкою, похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчиных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон, из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавший пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня. Но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревней все не было видно. Если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня за Маниловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал. — Маниловка, может быть, а не за Маниловка? — Ну да, Маниловка. — Маниловка. А как поедешь еще одну версту? Вот тебе, то есть прямо направо. — Направо? — отозвался кучер. — Направо, — сказал мужик. — Это будет тебе дорога в Маниловку. — А за Маниловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а за Маниловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом каменный в два этажа. — Господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка. А за Маниловки нет, никакой здесь и не было. Поехали отыскивать Маниловку. Проехавшие две версты встретились поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали. А каменного этажа в два дома, в два этажа дома каменного все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, к ней есть верных тридцать верст. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкою на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть. Покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций, пять-шесть берез, небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них была видна беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного размышления». Пониже пруд, покрытый зеленью, что впросим не в дикоинку в аглицких садах русских помещиков. У подожжи этого возвышения и частью по самому скату темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш неизвестно по каким причинам в ту же минуту принялся считать и насчитал более двухсот. Нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени. Везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платье и подтыкавшись со всех сторон, брели по коленям в пруде, флача за два деревянные кляча и взорванной бредень, где видны были два запутавшаяся рака и блестела попавшаяся платва. Бабы, казалось, были между собой в ссоре и за что-то перебранивались. Здесь поодаль, в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма не кстати прислужилась. День был не то ясный, не то мрачный. А какого-то светло-серого цвета, какой-то бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат. Этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозгу носа носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными как старые рогожки. Подъезжая к двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку к колбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того, как Бричка приблизила к крыльцу, глаза его делались веселее, и улыбка раздвигалась все более и более.